Здравствуйте! В эфире новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях, произошедших в Оренбурге, расскажут корреспонденты телеканала и я, Екатерина Хигай. И вот главная тема выпуска. Орску присвоили почетное звание город трудовой доблести. Суд избрал меру пресечения министру архитектуры Оренбургской области. 71% россиян после ухода популярных брендов стали выбирать продукции другой марки. Об этом и многом другом далее в выпуске. Владимир Путин присвоил Орску звание город трудовой доблести. Такой статус получили еще 9 городов России. Звание город трудовой доблести удостаиваются населенные пункты за большой вклад горожан в достижение победы в Великой Отечественной войне. Реализацию производства военной и гражданской продукции на заводах, проявленный массовый трудовой героизм и самоотверженность. В городе, удостоенном такого звания, устанавливают стелу с изображением герба города и текстом указа президента. Проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 и 9 мая, а также в День города. Напомним, в военные годы Орск и его жители наладили у себя работу 28 эвакуированных предприятий. В городе была сосредоточена почти половина всей промышленности региона. В Оренбурге в Ленинском районном суде избрали меру пресечения на период следствия министру архитектуры области. В отношении Наталии Ибрагимовой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В зал суда Ибрагимову привели в наручниках. Заседание прошло в открытом формате, но фото и видеосъемку запретили. Напомним, о возбуждении уголовного дела в отношении министра архитектуры стало известно 14 ноября. Наталья Ибрагимова может быть причастна к уголовному делу 2021 года по причинению ущерба бюджету Оренбургской области и хищению бюджетных средств в особо крупном размере. Чиновницу подозревают в хищении 19 миллионов рублей. Жители дома по проспекту Победы обеспокоены доступом в подвал. Несколько лет там уже произошло возгорание и горожане переживают, что это может случиться снова. Подробнее о ситуации расскажем далее. Около пяти лет назад жители дома по проспекту Победы-2 проснулись из-за задымления в подъезде. Причиной этому стал окурок, который поджег матрас в подсобном помещении подвала. Инцидент обошелся без жертв. Несколько дней назад жители испытали дежавю. Ближе к ночи в подъезде снова появился дым. Опять было возгорание, опять бегали жильцы по подъезду, будили друг друга, вызывали пожарных. Подробности, к сожалению, мне неизвестны, потому что я там уже фактически не проживаю. Но как бы переживаю за жизнь, здоровье своей матери, которая находится там одна, уже в довольно-таки преклонном пенсионном возрасте. И при сильном возгорании, не факт, она даже сумеет покинуть эту жилплощадь. Насколько я помню, ЖКХ обязали данному помещению доступ в нерабочее время ограничить, то есть обеспечить его каким-то запором, замком, чтобы ключ был только у сотрудников ЖКХ. После этого поменяли дверь в помещении и повесили петли под амбарный замок. На этом все дело кончилось. Организация ЖУ-3 обслуживает данный дом с 2019 года. На наш вопрос об открытом подвале удивились и рассказали, что доступ в помещение закрыт и открывается сотрудниками только в случае работы. В этом подвальном помещении располагается наше бытовое помещение, которое мы используем на основании договора аренды. Там располагается персонал, в основном слесаря, которые хранят там инструмент, переодеваются до работы и после, и могут там перекусить и отдохнуть. После того, как мы покидаем работу, мы закрываем и свое помещение, и вход в подвал. Как выяснилось, причиной задымления подъезда стал один из жильцов, у которого пригорело блюдо на плите. К счастью, никто не пострадал. Эту же информацию нам подтвердили в МЧС. На текущий момент доступ к подвалу дома ограничен. Однако, как нам сообщили в ЖУ, ключи от подвала есть и у жильцов, которые имеют в помещении личной кладовки. Соответственно, и попасть туда они могут в любое время. Роман Ланцев, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ. После ухода популярных брендов большинство россиян стали выбирать продукцию другой марки. Некоторые же планируют искать способы достать продукт из-за рубежа. Будут ли заменять ушедшие магазины отечественными производителями в Оренбурге? И что советуют стилисты? Горожанам расскажем далее. Еще в конце октября единственный в Оренбурге шведский бренд одежды H&M закрыл свои ролеты. Известный масс-маркет, как и многие другие, ушел с российского рынка. Теперь в торговых центрах города появилось много пустых площадей. Популярные магазины Zara, Bershka, Stradivarius, Polumbir теперь закрыты в мегамол армады. На их месте появились отечественные бренды. То, что в Армаде были представлены Inditex, всеми брендами были Риба, Кадидас и другие международные бренды, которые на сегодняшний день ушли из рынка. Но вместе с этим мы видим хорошую представленность по брендам среднего и эконом-класса, где можно, естественно, расширить эту линейку. И мы видим возможное привлечение брендов и федеральных, региональных. Я вам скажу, что уже до Нового года жители города увидят магазины в новых концепциях, в новых форматах. Уход с российского рынка популярных магазинов дал возможность молодым дизайнерам проявить себя. Армада станет экспериментальной площадкой для новых брендов. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными арендаторами. Активность достаточно высокая со стороны малого бизнеса и предприятий региональных, в том числе федеральных. Именно связано это с тем, что многие хотят занять вакантные площади, которые освободились в силу того, что конкуренция уменьшилась. Конечно, многие видят большой потенциал в этом. Те бренды, которые сейчас работают в торговом центре, мы видим хорошие выручки с квадратного метра. И это радует. Более того, есть примеры августа, сентября, где были побиты рекорды по товарообороту. Стилисты говорят, что из-за ухода популярных магазинов шоппинг занимает больше времени. Марина Богданова помогает оренбуржцам найти свой стиль. С уходом известных брендов признается, работать стало сложнее. Знаете, как для стилиста опять-таки была ценность в том, что мы могли за 3-4 часа в этих магазинах, которые находятся в треугольнике буквально, собрать гардеробную капсулу, где все совсем сочетается, в одном магазине купить, другом докупить. Было легко своим согражданкам предлагать какие-то опять-таки модные трендовые вещи, потому что они уже видели это в Заре, то есть в магазине это есть. Плюс открывается достаточно много шоурумов с российскими дизайнерами, в которых можно примерить на себя какой-то современный силуэт, тренд, понять, идет себе не идет или опять-таки посоветоваться со специалистами. В качестве замены ушедших брендов предлагают шоурумы. Цены в таких магазинах не сильно выше, а ассортимент меньше. Оренбуржцы видят эту ситуацию по-своему. Кто-то не замечает серьезных изменений, другие же тоскуют по закрывшимся масс-маркетам и интернет-магазинам. Сейчас открывается полно шоурумов, где можно найти достойную одежду. Также онлайн-шоппинг. В последнее время я предпочитаю онлайн-шоппинг. Единственное, вот сегодня выбралось, кстати говоря, за полгода, наверное, первый раз, что-то себе приобрести и все. Все-таки масс-маркеты и все туда ходили, но это не значит то, что негде найти нормальную одежду, просто ее нужно поискать в других местах. Больше денег стало ходить на вещи, и цены возросли на вещи. И пришлось ходить в магазины, так еще и H&M закрыли. Ну, вообще, обычный интернет-шоппинг. В Зару очень редко заходило. Страдивариус-берж, когда очень часто покупал, там очень жалко, что закрылось, потому что размеры были очень универсальные. По данным опросов ЦИОМ, 71% россиян после ухода популярных брендов выбирают продукцию другой марки. 12%, а это каждый восьмой, ответил, что будет искать способы приобретения нужного товара из-за рубежа. Гораздо реже россияне готовы ждать появления нужной продукции в России. Такую стратегию выбрали лишь 6%. Еще столько же ответили, что вовсе откажутся от покупки. Валерия Поносова, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. В Кумдыке приступили ко снижению горнолыжных склонов. Турбаза готовится к приему туристов. Еще в начале ноября на турбазе подготовили резервуар с водой, но погода не позволяла запустить полноценное снижение. На горнолыжной базе Кувандык-365 включили снеговые пушки. Начали с первого склона. Совсем скоро база будет готова к сезону. На этом у меня все еще больше новостей. Смотрите в наших социальных сетях. С вами была Екатерина Хигай. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова